Всем привет! Я сейчас нахожусь в Икее и подумала, быстро вообще хотела взять шторы и уйти, но просто вижу по дороге классные вещи и немножко на них хочу остановиться. Это будет быстренько, но просто какие-то идеи. Вот смотрите, какое классное кресло. Вот я себе думала, например, вот знаете, когда нужно и повязать, и отдохнуть, и расслабиться, и все кресла, они недостаточно удобные. А вот это, оно огромное, и мне кажется, мне это суперудобное. Вот как раз для рукодельных уголков, или там, ну в общем, где хочется посидеть, расслабиться, вот обязательно такое кресло бы там приобрету. Еще мне мега понравилась вот эта вот, что это, картина, я не знаю, что это. Стоит она 100, ну короче, 200 долларов, то есть, наверное, 8 тысяч рублей, но в России я знаю, что Икее дешевле стоит. Просто даже для фона, для видео. Когда он мне накапает на ютюбе 200 долларов, короче, через год, наверное, куплю себе фон такой снимать, потому что мне нравится и то, что это под дерево сделано. Это, конечно, канва, точнее, это непонятно что, но выглядит как дерево, и вот эта штука как карта, вообще, мне кажется, супер. В общем, буду, наверное, идти и разговаривать. Вообще, я сейчас заметила, насколько мне бывает сложно подобрать слова. То есть, я, получается, в Канаде всего лишь пятый год, подумаешь там, да, и на английском я сейчас разговариваю далеко не каждый день, но я слушаю очень много всего, смотрю на английском языке, ну и, может быть, то, что раньше работала и училась. В общем, мне постоянно сейчас на язык просятся английские слова, и мне приходится останавливаться и думать, как же это будет по-русски. Например, когда я снимала про платье, я не могла вспомнить слово, очевидно. Посмотрите, мне вот такой стиль нравится, когда всё такое белое и очень много воздуха. Вот это мне прямо очень нравится. И я хочу себе вот такие вот полки купить. Они, по-моему, недорого стоят. Рядом с диваном, где я вяжу, повесить. И вот так вот хранить свои книжки по вязанию и вязальные проекты. Поэтому, по-моему, они вот по 19 долларов стоят такие полки. А нет, вот 29 долларов, наверное, одна стоит. Ну, в общем, я потом этим займусь. Сейчас у меня шторы, потому что они на сейле. 20% сегодня последний день. И мне нравятся киевские шторы. Они простые и недорогие. И, например, у меня в спальне... Мама, Мия, где же мне теперь искать шторы? Наверное, я отключусь, чтобы мне быстренько их найти потом. А ещё когда-нибудь у меня будет мастерская своя, такая светлая-светлая. И у меня будет большой вот такой деревянный стол. Но, скорее всего, не такой. А может и такой, не знаю. Мне просто нравится. Я на Etsy нашла офигительный магазин. Там просто столы моей мечты. Но он, конечно, стоит сам по себе тысячу долларов. Плюс его с Монреаля как-то везти надо. Причём у меня подруга, не сговариваясь со мной, я ей не показывала этот стол. Она его тоже нашла. И они с мужем его купили. И они с Монреаля его пёрли. Заказывали машину. Ну, тут, по-моему, 250 километров до Монреаля. И пёрли этот стол. И я когда к ней пришла, я говорю, слушай, у тебя стол моей мечты. Где ты его купила? Она говорит, в на Etsy магазине. И выяснилось, что это как раз именно тот стол, который я хотела. Вот что мне не нравится в Икее, что, чтобы что-то найти, нужно, блин, тут всё обрыскать просто. Пока туда дойдёшь, куда тебе надо. Тем более я хожу сюда не так часто. И я не знаю все вот эти вот, как это, shortcuts, да. Поэтому приходится вот так ходить по-любому. Можно было намного более коротким путём пройти. Но что-то я, короче, не знаю. Вообще люблю нежные киевы. Многие её ругают. У меня, например, муж её постоянно раньше ругал. Но в итоге получается, что у нас чуть ли не вся мебель из Икее. И он притих. Ну, потому что на что ругать. Если, может быть, здесь, да, не навек тебе мебель. Но она прилично выглядит. Какое-то время она послужит. И по цене она приемлемая. Нежели, например, у нас канадские магазины с мебелью. Там просто нереальные какие-то цены. Так, вот отдел с family members. Просто, типа, скидки для тех, у кого членство есть. Ух ты, смотрите, что они сейчас продают. Классно. Вот такой вот велик. Вот такой тележкой. Это вот для меня. Я такое люблю. И, кстати, а посмотрите, сколько можно будет возить. Супер. Классно. Мне нравится идея, что можно вот так вот ездить и возить. У меня, кстати, вот такое вот кресло только в другом цвете. Так, я поняла. Но чтобы найти шторы, мне нужно идти в Marketplace. Это внизу. Они, наверное, там где-то. Ну, и в тему опять же Икеи. С одной стороны, это такой реальный масс-маркет. И у меня вообще такая в идеале была бы мысль, чтобы иметь мало вещей, но сделанные конкретными людьми, чтобы поддерживать вот этот вот хендмейт, чтобы люди могли творить и иметь вещи с душой. Но с другой стороны, не знаю, мне кажется, этим можно заниматься, если ты конкретно такой очень организованный человек и можешь планировать свою жизнь просто идеально. Я вот пока что так не могу. Я буду стараться. Когда у меня будут как бы необходимости, которые, ну, вот прям без чего жить невозможно, да, тогда я буду планировать, как бы заменять потом их на более хорошие вещи постепенно. Кстати, вот эта вот штука, вот эта тюлечка, которая стоит у нас всего лишь 10 долларов. Доллар где-то сейчас 40 рублей, если так считать. Ну, там если с обменом, конечно, хуже. Это я так сказала. Ну, они обалденные. Они у меня в спальне находятся, эти шторы. И я их обожаю. Поэтому я сейчас еще возьму на два окна. Пусть они именно такие будут. Ну, и что вы думаете? Я иду за тележкой, потому что я хотела взять, потом я думаю, что мне там две пачки штор не унесут. Но в итоге я сейчас возьму все-таки побольше себе штор. И чтобы не таскать все это на себе, я сейчас взяла тут какие-то скрепки прикольные. Просто написано, что их вообще не будет. Они стоят копейки. И они такие какие-то квадратненькие. Поэтому я решила взять. Поэтому вон уже тележки. Сейчас возьмем. Вот я все выбрала. Честно говоря, выбор был у меня достаточно простой, потому что я беру ровно то, что у меня уже есть спальня. Я просто обалдею от этого сочетания и от этих штор. Что у меня, в общем-то, выбирать долго не пришлось. Они достаточно дорогие пакетики с клинерком. То есть это 70 долларов стоит. 7,4 долларов. Ну, короче, наверное, не знаю, 5,5-3 тысячи рублей. Это лен. И у них есть тоже длинные, льняные и другие, более дешевые. Но вот этот мне больше всего нравится. Я думаю, что буду экономить 20 долларов и потом жалеть, что это все-таки такая покупка. И я смогу потом очень долго использовать всю жизнь. И мы сможем договариваться на один комплект. Но я беру вот один комплект этих карнизов еще. А шторы я беру двойной комплект, потому что у меня две спальни, где я хочу заменить шторы. И пока скидка 20%, короче, надо брать. Потому что потом, ну, смысл брать по полной цене. Вот. И еще взяла себе салфетки. Всегда их беру и режу, потому что большая упаковка, полоска и крепление. В прошлый раз, я помню, очень много потратила времени понять, какие мне крепления нужны, сколько мне что надо. Смотрела размеры. Сейчас я это уже все знаю, поэтому быстренько схватила и, может сказать, иду на выход. Сейчас еще кое-что посмотрю. И вот покажу вам, как выглядят эти льняные шторы. То есть видите, это прям конкретный лен. То есть он сильно мнется. А глажка не сильно помогает. Конечно, это будет чуть лучше выглядеть на окне, чем здесь. Но они реально все время такие мятые. И мне это очень нравится. Это дает такой очень природный эффект. В общем, здорово. Вот есть у них разные варианты. Да, вот, например, есть даже... Вот это, кстати, тоже красиво. Вот на какую-нибудь кухню я бы такие с удовольствием повесила. Но это у меня все-таки не в кухню будет, а в спальню или даже в зал. Я пока не знаю. Поэтому я беру вот этот лен. Вот это прям такая мешковина. Но более грубая. В общем, я прям балдею от этого натурального лена. Мне понравилось вот это вот белье постельное. Тут нежное, красивое. Знаете, у них раньше была ботаническая серия. Я не знаю, есть ли она сейчас. Пока я ее не встречала. Вообще, это была моя любовь. Я купила. Конечно, мне тоже нужно белье прикупить. Но это теперь в другой раз. Я ищу вот это вот Катя Кадырова снимала. Знаете, льняные подушки. Нет, наволочки, наволочки. И что-то, походу, до Канады они не доехали. Ну, не знаю, может, еще встречу. Я в интернете посмотрела, что-то было не такое, как в России. Ну, естественно, если тот лен был сделан в России, то как он окажется в Канаде. Я так понимаю, что Икеа делает такие еще местечковые вещи по хорошим ценам. Они были, конечно же, дороже у них на сайте. Ну, в общем-то, не знаю в итоге, что я здесь найду. Найду ли что-нибудь. Я бы тоже взяла такие подушечки повышевать. Пока что вижу вроде хлопок только. Лен вообще не вижу. Вот мне еще очень понравилось постельное белье. На экране оно выглядит очень-очень желто. На самом деле, этот цвет такой горчичный, благородный. Мне нравится. И вот с другой стороны, вот такой. Думаю, потом все приобрету. И вот то, о чем я говорила. Вот эти вот ботанические мотивы. Моя любовь есть. У меня такой набор есть. В общем, да. Сейчас в Икеа, получается, есть два таких наборчика, которые я присмотрела. Может быть, даже сейчас сразу и возьму. У меня муж мои видео не смотрит. И я тогда ему в следующем месяце это объявлю. Я думаю, что он не сильно расстроится. А пока что... Просто бывает очень мало возможностей выезжать куда-то. Поэтому, наверное, сейчас возьму. Так, все. Я взяла себе в итоге набор. Единственное, что, знаете, у меня всегда проблема. У меня размер кровати queen. Здесь такая система, что разные кровати по размерам. Есть twin, есть double, есть queen и есть king. И они все разные. Соответственно, тебе нужно покупать белье тоже разное. И вот я в Икеа вижу все, кроме простыней на размер queen. Вот есть все. Есть главное пододеяльники, подушки на размер queen. И я никогда не вижу простыни на размер. Короче, я не знаю. Я всегда просто в каком-то замешательстве мечусь между этих полок и не могу найти. В итоге я сейчас взяла. Написано full double. Может быть, это и есть. Но у меня есть подозрение, что может мне это не подойти. Ну, во-первых, посмотрите, какая красивенькая креселка. В общем, взяла на full double. Но не знаю, насколько оно подойдет. В общем-то, все. Я уже бегу на выход. Уже и сейчас Икей закроется. И я уже, в общем-то... Так, что-то, по-моему, я куда-то не туда иду. Сейчас буду искать, куда мне нужно, чтобы выйти отсюда. Кстати, еще хочу новый ковер у меня. Если кто-то заметил по моим фотографиям, ужасно скатался ковер в зале. Он вот такой был. Но не из Икеи, мы в другом месте покупали. И я теперь хочу ковер, у которого будет короткая влазня. Короткий орс. Что-нибудь такое нейтральное и современное. Может быть, какой-то... Какой-то... Не абстракция, а геометрия. Какая-нибудь геометрия. Но, в общем-то, даже сейчас не буду тут останавливаться. Потому что уже все. Надо мне домой ехать. Знаете, что меня расстраивает? У них было одно время, когда у них была ботаническая тема. И они вот такие картинки продавали. Сейчас у них тоже продаются какие-то цветочки. Но это были очень красивые, ботанические, нежные мотивы. И я в тот момент не подумала, что они их могут просто прекратить продавать и продавать что-то другое. И я ничего не купила. И сейчас у них этих картинок я не наблюдаю. Видимо, они их больше не продают. И я очень расстроена, потому что мне так нравятся здесь эти картинки всякие. Вот у нас в финишной прямой. И я, наконец-то, продвинулась к кассам. Я думаю, сейчас там будет как-то дурдом. Потому что сейчас закрывается кея. И, наверное, все уже двигаются к выходу. И просто будут все на кассе. Но никуда не денешься. Кстати, вот я хочу себе на лето вот такой вот гамак. Сколько он стоит? Наверное, пока там все соберешь, как раз получится 200 долларов. Потому что там все по отдельности продается. Да, прикольные тут гамачки всякие. А может быть, даже какой-нибудь вот такой просто. Потому что не знаю, насколько в висячих гамаки вообще удобно. Конечно, они очень романтично смотрятся. Но насколько это удобство. Если у вас есть висячий гамак, пожалуйста, напишите, удобно ли это вообще. Или это бред. Вот, что я и говорила. Кассам просто не протолкнуться. Везде огромная очередь. Все, я пошла вставать быстрее в какую-нибудь очередь. Ну вот, пока я дошла до этой очереди. Все, уже заняли. Ладно, все, выключаюсь.